Вы знаете, центральным объектом нашего конгресса является мозг. Я мог бы задать простой вопрос. Для чего человеку мозг? Вы знаете, в разных аудиториях, если сдаешься этим вопросом, то ответ, не знаю, как в этой аудитории, но ответ тоже такой простой. Как для чего? Чтобы думать. Это ошибка. Дело в том, что мозг дан не только человеку, конечно, но и всем живым существам для того, чтобы анализировать внешнюю окружающую среду и принимать решения, которые позволяют человеку адаптироваться к этой среде. Две ипостаси. Анализ, принятие решений, анализ. И третья ипостась этого дела – воздействовать на эту среду, чтобы как-то адаптироваться к ней не только пассивно, но активно что-то преобразовывать, что-то делать в этой, совершать физические действия в этой среде. Как мозг может совершать физические действия в среде? Понятно, что он может анализировать, получая информацию от органах чувств, но как он может воздействовать на эту среду? Природа придумала. Мозг принимает решения и посылает команды на мышцы. Мозг – это единственный выход мозга для того, чтобы как-то воздействовать на среду. Условно говоря, если здесь делать какую-то метафору с электронно-вычислительными машинами, получается, что мышцы – это внешние исполнительные устройства для мозга. А именно с помощью мышц можно притворить в жизнь то, что задумал мозг. А нейроинтерфейсы – это технология, которая позволяет мозгу воздействовать на внешнюю среду и делать какие-то в ней преобразования без мышц. Ну, потому что команды в мозгу уже есть, решения приняты, и почему нужно обязательно использовать в качестве внешних исполнительных устройств мышцы, если современные технологии могут подключиться к мозгу, поймать эти решения, ну и передать их в виде команд для электромеханических внешних исполнительных устройств. Ну, любых. Начиная от включения телевизора, я подумал, хочу включить телевизор, ну и дальше уже просто через разные каналы, инфракрасный, блютуз, вай-фай и так далее, пожалуйста, можно дать на этот телевизор. Ну и прочее. Проблема заключается в том, как поймать это решение мозга. Ведь оно внутри. Конечно, мы имеем технологии регистрации, электрической активности, теперь уже магнитно-резонансные подходы для регистрации кровотока и так далее. Во всем этом есть информация о принятом решении. Но ее надо расшифровать, ее нужно представить таким образом в цифрах, чтобы получилась команда для этих устройств. Вот это все технология, это все нейроинтерфейсные технологии. Но, видите, мое сообщение, оно уже. Здесь, конечно, есть целая наука о том, как сделать эти нейроинтерфейсы. Но для чего их делать? Вот я сейчас предлагаю рассмотреть более узкую область. Нейроинтерфейсы конкретно для нейрореабилитации. Ну вот что? Нейрореабилитация. Что такое нейрореабилитация? Речь идет о пациентах, которые вследствие повреждения мозга, а это может быть после инсульта или после какой-то черепно-мозговой травмы, получили повреждение, ну скажем, двигательных областей мозга. Это означает либо паралич, либо относительный паралич, плегии, либо что-то еще, что теперь уже в такой ситуации требует восстановления. Восстановление двигательных функций. Ну вот я хотел только показать, что уже давным-давно существуют подходы к тому, чтобы к восстановлению двигательной функции. И, как правило, это все связано с тренировками, конечно, моторными тренировками. Если человек не может двигать рукой, значит, надо разрабатывать это движение ногой так ногой. И для этого были уже давным-давно придуманы разные вот такие автоматы, похожие на велосипеды. Сейчас далеко продвинулись эти технологии. И сейчас уже такие, видите, более современные. Тут нет названий, чтобы не делать рекламу какую-то. Но все они присутствуют в России, в российских реабилитационных центрах. Пожалуй, кроме вот этого аппарата, у девушки в красной кофточке, просто это недавний аппарат. И принцип везде один и тот же. Эти аппараты способствуют движению парализованной конечности. Если человек не может двинуть рукой, вот этот автомат, имея собственные движители, моторчики, по специальной программе, может эту руку двигать. Таким образом, движение, которое не может реализоваться по причине расстройства вот этого системы управления, оно начинает вырабатываться в организм. Мозг как бы начинает подхватывать новые схемы управления. Те участки мозга, которые остались целыми, подхватывают, перехватывают эту функцию. И таким образом можно ожидать, ну, какого-то восстановления. Дальше уже все зависит от ресурса данного человека, данного мозга, ну, и конкретной картины самого повреждения. Иной раз после тяжелого инсульта, тяжелого в том смысле по внешнему виду, человек не говорит, не движется, ничего. Проходит некоторое время после восстановительных процедур, но это не 2-3 дня, это многие месяцы, и человек возобновляет полностью все свои движения и эту речь. Незаметно, что у него была такая проблема. А бывают какие-то более легкие случаи, и, допустим, у человека отнялась рука, ну, и никакие упражнения уже ничего не дают. Это зависит от конкретной ситуации в мозгу. Но мы это не будем разбирать сейчас, клиническую проблему. Я хотел только показать, что, видите, все эти устройства, и старые, и современные, они пассивные. Есть один недостаток. Если нужно двигать, разрабатывать руку, то этот автомат пассивным образом движет эту руку, движет, ну, создает траекторию движения этой конечности. Но где команда от мозга? Ведь надо разрабатывать всю систему управления от мозга. Я хочу двинуть эту руку, и только после этого она должна прийти в движение. Я хочу это, значит, у меня заработал какой-то центр в мозгу, передал команды в двигательный центр, и дальше от двигательного центра должны пойти команды к мышцам. Но это ничего не работает. Работает пассивная система. То есть тренируются сами мышцы, а не система управления. Как это сделать? Нейротехнологии, нейроинтерфейсы позволяют это сделать. Идея же очень простая. Если у нас уже есть системы механического движения конечностями, то надо, чтобы команды к этим движителям пришли непосредственно от мозга. Вот и вся идея. Не программу включать, чтобы механически сокращалась, расслаблялась мышца, а нужно поймать команду от мозга. Я хочу сжать руку, и эта команда должна передаться на движители системы управления, и только после этого включается мышца. Наше желание притворяться будет в действии посредством уже механических устройств. Тогда будет восстанавливаться вся система управления. В конце концов, в какой-то момент можно будет уже снять эти системы механические, отбросить их как костыли. Ну вот, для примера просто, вот здесь возьмем для примера вот такой автомат. Вот здесь вот нужно включить видео. Посмотрите, как он работает. И отодвиньте сразу там на одну треть сейчас. Вот надо пошевелить, и там должен быть… Вот, 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 хорошо. И там внизу можно отодвинуть немножко вперед. Да, ну вот, пример, как работает эта машина. Видите, здесь она работает механически. Девушка не задает команды для этого устройства. Там работает просто программа, которая движет конечности. Но надо, чтобы там было устройство, считывающее команды от мозга и передающее на эти самые моторчики. Ну тогда бы мы могли… Тогда бы мы имели полную схему управления. Следующий, пожалуйста. Можно перейти. Разные, разные есть системы. Ну мы сейчас… Я сейчас показывал вам автоматы для движения целого тела. А здесь автоматы на каждую конечную, ну там примерно на руки. Везде вот эта механика с моторчиками, но не управляемая от мозга. Везде можно подключить управление от мозга. Для этого нужны нейротехнологии, нейроинтерфейсы. Ну вот как устроен нейроинтерфейс? Тоже относительно просто. Видите, начальное действие – это самый нижний зеленый квадратик. Начальное действие – это психическое усилие. Я хочу что-то сделать. Сжать руку, например. А следующий квадратик, тоже зеленый – это расшифровка активности мозга. Ну, например, мы регистрируем электрическую активность. В ней надо найти вот этот момент желания, этого фокуса, что я хочу что-то сделать. Как только мы обнаруживаем вот это желание, хотение, или же, лучше говорить, намерение для действия. Ну, дальше оно расшифровывается как команда и посылается для исполнительных устройств, ну, в данном случае, какой-то манипулятор. Это уже не восстановительная технология, а дополнительный манипулятор, которым человек может пользоваться, если он сам не в силах что-то сделать во внешней среде. Но принцип тот же самый. Есть некоторое намерение, и оно притворяется в действие. Это принцип самой технологии. Но как подключиться к мозгу? Смотрите, много есть разных способов. Ну, относительно много. Несколько, 4-5 путей. Вот самая такая верхняя кривая, как видите, это вколотый… Давайте я вот здесь вот покажу. Вот здесь вот. Это такая плашечка. И из нее торчат 100 очень тонких электродов, тонких иголочки такие. Она вкалывается прямо в кору мозга, ну, например, в области, двигательные области, и таким образом регистрирует то, что происходит в этом месте. Ну, и примерно… Вот такая примерно… Нет, вот такая. Такая примерно активность, потому что здесь можно этими тонкими электродами поймать активность отдельных нервных клеток. Можно расположить прямо на поверхности коры такую целую плашку с более крупными электродами. Получится вот такая активность, ее называют кортикограмма. Но наиболее… наименее инвазивным или наименее вредящим телу является метод электроэнцефалографии, который нам знаком с поликлиник. Из поликлиник. Электроды накладываются просто на кожную поверхность головы. Конечно, уже от этих электродов доступ к коре уже такой опосредованный. Через кости там, через кожу и так далее. Сигнал ослаблен, очень зашумлен. Но не требуется никакой операции. Не нужно сверлить дырочки в черепе, не нужно открывать череп, чтобы туда вставить эти электроды. Разница большая. Здесь прямой доступ к нервным клеткам, здесь опосредованный. Но если совершенствовать методы расшифровки, то в конце концов можно все-таки вот этот метод использовать. Ну, мы в нашей лаборатории, вот я, мой опыт, это, конечно, вот работы с этими электродами. Как выглядит обычная работа? Видите, это вид сверху на мозг, а красным указан метод активации, место активации. Много электродов ставится на поверхность головы. Ну, например, у нас 100 можно поставить, 200 электродов, в зависимости от необходимости. И можно выделить зону, которая соответствует моменту намерения человека. Хочу сжать правую руку. Вот в данном случае правую. Слева, вот здесь появляется источник активности. Ну, здесь очень ярко все это. Вы такой, не такой частый случай, когда так ярко это все выражено, и таким образом можно быстро детектировать. Обычно оно может быть и размазано. Вот так не очень четко. И как-то иногда не поймешь, с какой стороны пришло это намерение. Видите, по центру какая-то активация. Тем не менее, можно научиться вот по таким активациям понять, вот в этот момент человек хочет сжать руку. Ну, раз мы понимаем, раз мы имеем такой четкий сигнал, тут же мы можем перехватить и подать на моторчик, который будет двигать соответствующую руку, относительно которой у человека есть желание. Вот этот метод электроэнцефолографии, конечно, он был создан давно, почти 100 лет назад, видите, на наложении электродов. И так вот реально выглядит эта самая электроэнцефолограмма. Ничего не поймешь. Это действительно такой большой труд по обработке анализов, чтобы понять, где здесь активация, в какой момент. И вот так это выглядит сегодня. Вот, например, в нашей лаборатории видите такие электроды, шапочки, электроды. Многим знакомы, конечно, электроды, но это здесь большое новшество. В каждом электроде встроен уже усилитель. То есть от этого электрода по проводку идет уже такая цифровая информация о том, что происходит в этой области мозга. И, ну, например, здесь вот тоже в нашей лаборатории здесь такое беспроводное устройство прямо крепится к этой самой шапочке и вся активность уже может быть на, так сказать, планшете. Я могу выйти в коридор и на своем телефоне посмотреть, что там они делают с этим пациентом или что у пациента делается в голове. Так что сами такие машинные, электронные технологии прошли очень далеко. Но нужно встроить их в реабилитационный процесс. И действительно, можно ли вот так активно выделять это намерение человека, чтобы это онлайн было? То есть вот как только человек подумал, тут же оно происходит. Для тестирования таких технологий для тестирования таких технологий ну, можно, например, соединить соединить эти проводки с игрушечной машинкой, с игрушечной машинкой, которая имеет свои движители, свою антенну. Давайте попробуем запустить тоже, как видео. Вот такая игрушечная автомобильчик, который продается в магазине, он управляется обычно джойстиком. Если джойстик выбросить, и команды все, чтобы пошли от мозга. Здесь у него антенка. Вот здесь, значит, человек, у которого вся эта электроника на голове регистрирует электрическую активность. Ну, и, в общем, тут простой тест. Если он сможет управлять этой машинкой, значит, наши алгоритмы действительно детектируют, обнаруживают намерения человека. То есть команда вперед, направо, налево. Видите, машинка слушается, ну, так сказать, этих мозговых команд. Ну, в данном случае это демонстрация того, что мы правильно умеем подключиться, правильно расшифровать намерения, ну, и дальше уже дело техники. Обратим это все не для игрушек, а все-таки для реабилитационных технологий. Ну, вот тоже, видите, допустим, кисть. Для случаев, постинсультных случаев разработка кисти самое трудное дело. И вот здесь, например, такие устройства, которые имеют моторчики для движения каждым пальцем. Это вот классика, где эти моторчики, они управляются программой. То есть человек одевает этот экзоскелет кисти на руку, и по специальной программе пальцы начинают перебирать, потому что движут эти моторчики, движут эти пальцы. Но опять та же самая логика. Нет команд от мозга. Пальцы сами по себе, мозг сам по себе. Система управления не восстанавливается. А вот такой экзоскелет, сделанный в нашей лаборатории. Это тоже моторчики. Все к каждому пальцу, но каждый моторчик управляется командой от мозга. Это экзоскелетная конструкция для реабилитации кисти. Ну, по-разному можно подходить к тренировке самой способности человека, формировать фокус намерения таким образом, чтобы его могли схватывать эти электроды. В том числе технологии биологической обратной связи. Вот как раз сотрудники Марка Борисовича здесь демонстрируют эту самую, такого рода технологии. Но мы используем эти технологии уже в другом виде, в виде управления какими-то устройствами. В данном случае манипулятор, который просто захватывает шахматные фигуры, и таким образом можно просто силой мыслей, условно говоря, передвигать шахматные фигуры на поле. Это тренировка самой способности управлять своими мыслями, управлять внешними физическими объектами. Ну, вот можно взаимодействовать с роботом, можно управлять вот этой кистью, о которой мы уже говорили, вот она. Можно управлять искусственным фантомом. Фантомом кисти. Здесь тоже есть тренировка. Если вот управление такого рода искусственной кистью, оно, тем не менее, фиксируется в голове, как управление собственной рукой. И несмотря на то, что тренировка происходит на фантоме, навык управления собственной кистью передается, и таким образом происходит реабилитация. Здесь другой вариант. Видите, это такое кресло, то, что мы называем инвалидное кресло. Обычно человек сидит в этом кресле, особенно если глубокий паралич, то основное время человек может проводить либо в таком кресле. А с точки зрения физиологии, конечно, это очень нехорошая ситуация. Застойные процессы и прочее. В данном случае это кресло с вертикализацией. Там есть моторчик, который позволяет человеку перейти в вертикальное положение. Моторчик, здесь ремешки так, чтобы он не выпал. И это очень хорошая такая реабилитационная процедура. То есть, если она не приводит к восстановлению после инсульта, то она хотя бы создает условия для нормальной физиологии у этого человека. Но как заставить кресло вертикализироваться? Конечно, медсестра или близкие, которые ухаживают за этим человеком. Но мы же знаем, как у такого рода людей, как надолго они могут оставаться сами по себе, без помощи. И вот мы встроили в это кресло систему управления непосредственно от мозга. И теперь в любой момент пациент, в данном случае это здоровоиспытуемый, но пациент может дать команду мысленно. Я хочу вертикализироваться в этот момент. Ему не нужно произносить, конечно, все эти слова. Там какая-нибудь ключевая команда. Ну, например, я хочу сжать правую руку. Правая рука моя сжимается. Правая моя рука сжимается. А это команда на вертикализацию. Левая рука сжимается. Это команда опустить кресло. Это такие приемы для убыстрения и для того, чтобы создать более надежную технологию. Немногословие. Здесь вот реальная картина, где тоже здоровая, конечно, здоровая студентка. Все. Но создается технология для управления, для разработки конечности, в данном случае кисти, через фантомную конструкцию. Она располагается над реальной кистью. Сама кисть закрывается, драпируется темной тканью. И создается полное ощущение. Ну, это делается специальной технологией. Создается у пациента полное ощущение, что это его собственная рука. На фантоме гораздо лучше можно сделать все эти мелкие движения. И навык управления вот этим фантомом, этими мелкими движениями, передается человеку для управления собственной рукой. Если у него такой ресурс остается после какой-то травмы, то это можно наблюдать. Ну, есть вопрос, конечно, тут большой. Что тут человек, чему человек учится? Может быть, он учится просто управлять этой экзоскелетной конструкцией, но в мозгу ничего не происходит при этом. Ну, да, как-то проскакивают эти импульсы в мозгу. Мы их быстро детектируем, и дальше они идут на моторчик. И как-то все замыкается, а сама кора не развивается. А ведь нам в реабилитационном процессе очень важно запустить так называемые пластические перестройки. Мозг должен как-то перехватывать новую функцию. Либо, ну, что значит перехватывать? В этом месте должна быть активация, там, где произошла травма. Активация, чтобы туда немножко больше крови было подано, чтобы эти нейроны начали активно взаимодействовать и восстанавливать связи друг с дружкой. Ну, и дальше весь этот процесс. Как узнать, что происходит в этой самой коре, когда человек учится вот такому искусственному движению через нейроинтерфейсы? Вот есть такая технология. Просто я хотел бы показать логику этой технологии. Видите, есть возможность прямо на здоровом человеке, ну, и на пациентах тем более, попробовать стимулировать моторную кору. Стимуляция происходит магнитной катушкой, которая прикладывается, почти что прикладывается к черепу, там, на расстоянии 5 мм можно ее держать, чуть-чуть выше. И достаточно мощным магнитным стимулом можно активировать токи внутри коркового участка, нужного нам коркового участка. Значит, это абсолютно не травмирующая технология, не безболезненная, без каких-либо последствий. Но такой каждый магнитный импульс запускает активацию нужной нам, тестируемой нами области. А как узнать, насколько он активировал эту область? Очень просто. Надо регистрировать активность мышцы, которая как раз связана с этой областью. Каждый импульс такой, каждый такой импульс магнитный, приводит к активации мышцы. Вот, например, синяя кривая, это вот активация мышцы кратковременная, в ответ на стимуляцию коры. И вот здесь попробуйте внимательно вдуматься. Если эта кора предварительно немножко уже была возбуждена, то тогда тот же самый магнитный импульс вызовет гораздо больший ответ. Таким образом можно тестировать степень активации коры. Если по ходу тренировки она начинает возбуждаться, то мы будем видеть прирост мышечного ответа. Ну вот так вот мы тестируем эффективность нейроинтерфейсных технологий по тренировке и реабилитации конкретных областей, корковых областей. Это происходит в определенном числе случаев, ну примерно 50%. Действительно в момент, если человек формирует активное усилие, представление, например, я вижу, как сжимается моя правая рука, соответствующая моторная область может подвозбуждаться. Значит, мы на правильном пути, значит, мы таким образом активируем саму кору прямо внутри мозга, не вскрывая его, не воздействуя какими-то другими способами, только самим представлением. Видите, вот здесь вот такая материализация мысленного усилия. Я представляю, как движется моя рука, и при этом активируется моторная область, которую, собственно, нужно восстанавливать. Вот этот навык для обычного человека очень трудно выработать. Но если мы приспосабливаем для этого какие-то технологии, которые позволяют видеть это усилие, например, как это усилие передается в игру, которую, например, показывал Марк Борисович, или же это усилие передается на экзоскелетную конструкцию, если человек видит, у него вырабатывается навык мысленной активации моторных областей. Это, собственно, и есть суть нейрореабилитационных технологий с помощью нейроинтерфейсов. Ну, видите, это вот реальные боличные места, где команды, человек может давать команды, конечно, не только на реабилитационное оборудование, но и на оборудование, которое помогает ему, просто вот для, помогает ему в больничных условиях. Например, тревожная кнопка, которую вызвать медсестру, он же не может двинуться. Это можно сделать мысленно. Можно подать воду, включить какой-то прибор. Это делается вот в таком умном больничном месте. Ну, вот это технологии, которые показывают, что, видите, можно одновременно с запуском движителей отдельных пальцев на фантоме, одновременно можно эти движения делать чувственными для человека. Потому что в тот же момент соответствующий палец руки стимулируется вот этими моторчиками. Ну, такая вибростимуляция. И человек не просто получает впечатление, что его мысленное усилие приводит в движение палец фантома, но он получает ощущение, что соответствующий палец это чувствует. И таким образом эта технология значительно усиливается. Но это вот реально там из нашей лаборатории, это из первых рук. Есть еще один ход. Видите, можно поставить электроды, которые стимулируют мышцы, не работающие кисти. И тогда эта кисть приходит в движение просто потому, что мышцы, управляющие этой кистью, активируются электродами с помощью электрического тока. Тоже безболезненно, но кисть начинает двигаться. Это обычная технология, которая используется в клинике. Но, видите, то же самое. Мышцы-то включаются, но они включаются опять тумблером вот этого прибора. А надо, чтобы они включались опять же силой мысли. То есть намерение, чтобы намерение было сформулировано в голове, было послано в моторные области, которые нужно восстанавливать. И дальше уже реализовалось в активации этих мышц. Ну вот такая технология сделана. Видите, человек задумал, я хочу поднять кисть. Это реальный пациент, у него кисть не работает. Но силой вот этой мысленной активации он может активировать вот эти движения. Это все кажется как-то, ну, так сказать, недостаточным, странным для обычных здоровых людей. Но для пациента это представляет собой большую ценность. Вот такого рода технологии тренировки. Потому что он реально видит, как начинает, приходит движение, его парализованная или плегированная конечность. Вот самая последняя работа, видите, 16 апреля 2016 года, где электродов очень много. И все они могут управляться теперь уже от мозга. Но это ситуация, где электроды вживлены прямо в мозг. Здесь, видите, есть разъем. И команды регистрируются прямо внутри вот этими игольчатыми электродами, прямо внутри мозга. Ну и в результате, видите, получается, что человек даже может, опять же, мысленными намерениями управлять неработающей кистью. Потому что вот через эти электроды можно найти такую комбинацию, так компоновать движение кисти, что она может взять стакан, налить или там бутылочку и налить себе воды. Это полностью парализованная кисть, но все же сохранилось. Там же есть мышцы, все работает. Нужно их только в правильной комбинации активировать. Причем активировать не какими-то программами, моторчиками, а именно мысленным намерением. Вот это вот сейчас удается сделать. И это, конечно, ход для восстановления всей двигательной системы, всей системы управления кистью. Есть глубоко инвазивные подходы. Видите, это открытая поверхность коры. Вот вживленный уже, не вживленный, а установленный вот такой электродик. Видите, такая щеточка, я уже говорил, из игольчатых электродов. Их 100 штук. Вот устанавливается момент установки еще одной такой плашки с электродами. Непростое дело. Там на открытом... Ну, я видел это все. Открытая поверхность коры. Нужно так вот выбрать такое место, где не так много сосудов, чтобы когда устанавливаешь электрод, не так сильно прокалывать. И так тут, видите, все кровоточит. Дальше, его вдавить этот электрод невозможно рукой, потому что там вместе, так сказать, он ходит вместе с корой. Она не впускает его в себя, потому что много мелких иголочек, и они распределяют давление. Просто давят на кору, но не вкалываются. Поэтому нужен специальный такой толкатель, немножко так приспособить эту плашку, потом подвести толкатель и резким ударом на 1-1,5 мм вкалывать это в кору. Вот такая технология. Потом все это зашивается, заживляется. И вот женщина, видите, с этим разъемчиком, полностью парализованная, но это уже подсоединено к управлению вот такой механической рукой. Ну, вот сейчас мы можем тоже, пожалуйста, сделайте нам. Вот реальное видео, как, видите, тут этот разъемчик с этими плашками. Ну, там вот у нее конкретно только одна такая плашка, и она управляет механической рукой. Здесь уже речь не идет о восстановлении. Ну, уже глубоко зашедший процесс, эта женщина уже лет 15, как у нее вот такая ситуация. Но здесь речь идет о расширении зоны ее самообслуживания. То есть, возможности управлять чем-то в среде, что-то самой самостоятельно делать. Вот в данном случае она пытается взять контейнер с напитком и подать себе. В конце концов, у нее тут это дело получится. Видите, у нее почти нет никаких движений. И для нее это личное большое достижение, когда она силой своих намерений, ну, можно сказать, силой мысли, сама себе подает вот этот напиток. Ну, этой же механической рукой она может взять что-то другое, натренироваться, научиться. И это какой-то выход в большой мир какой-то, где она уже, получается, имеет действие, может воздействовать на этот мир. Ну, правда, не с помощью своих рук, но с помощью команд своего мозга, посланных для вот в этот механический, но это довольно сложный роботизированный манипулятор. Это новейшая работа в прошлом году. Я был у них в лаборатории, где другой пациент, видите, если вы посмотрели, та пациентка очень была напряжена, она тратила, ну, все свои усилия для того, чтобы управлять этим манипулятором. Была одна тонкость, эти электродики были вживлены в моторную кору. Но вот этот исследователь, Ричард Андерсон, решил вживить электроды не в то место, откуда посылаются команды к мышцам, в моторную кору. Он решил вживить эти электроды в место, где рождаются планы самого движения. Но он так подумал, я согласен с этим делом, он так подумал, что если вкалывать в моторную кору, там уже готовые программы для мышц, а здесь же уже не мышцы, здесь манипулятор. Значит, нужно подсоединиться к самим планам этих желаний человека. А, вот-вот, да. Видите, в данном случае манипулятор, ну, другое там, в данном случае просто они проверяют, насколько быстро может реагировать манипулятор на намерение пациента. Ну, ему сделали такую игру, он должен этот шарик, этот вот мячик, этим мячиком попасть в квадратик. Ну, с помощью механической рукой она должна указывать. Как видите, он делает это гораздо быстрее, и он еще не тратит так много ресурсов, внимания, сознания на управление этим объектом. Ну, вот, сказал, другая технология. Электроды вживлены вместо в теменную кору, где рождаются планы движения самого. Последнее, что я хотел вам показать – спинальные пациенты. Ну, это самый трудный случай, когда по той или иной причине травмируется спинной мозг, и уже команды головного мозга не проходят в ту часть, которая лежит ниже повреждения. Ну, скажем, если это грудные позвонки, то вся нижняя часть туловища, ноги уже не могут получить команды в принципе. И тут уже ничего не восстановишь, никак это не сделать. Но есть ход. Оказывается, что шагательные движения, механизмы шагания, они все уложены в спинном мозгу. Это не головной мозг командует нашими шагательными движениями, а спинной мозг. Но их надо запустить. Этот механизм нужно запустить. И обычно он запускается прямо от головного мозга. Но здесь прервана связь с головным мозгом. И как их запустить? Нашли метод. Ниже этого места можно установить стимулирующие электроды, которые электрическим путем запускают вот этот автоматизм. И ноги начинают ходить в нужный момент. Но что значит нужный момент? Это означает, что медсестра должна включить тумблер, и у человека пойдут ноги. Или там, в данном случае, это эксперименты на крысах. Как всегда, первые все эксперименты делаются на животных. Давайте запустим тоже. И тут, конечно, ход, прямой ход – это запустить эту стимуляцию автоматических механизмов шагания от головного мозга. Вот в данном случае просто этот исследователь из Швейцарии показал на крысах, что действительно шагательные движения, если вот эту часть мозга, спинного мозга стимулировать, шагательные движения у крысы возможны, и она просто ходит. Вот видите, вот эта вот стимуляция этого места, и она действительно начинает ходить. Но включить эту стимуляцию, проблема – как включить эту стимуляцию? Мы же обычно это делаем, ну, силой нашего намерения. Хочу пойти, команда от головного мозга идет в спиной мозг, и это все происходит. Здесь прерывная связь. Значит, нужно опять использовать нейроинтерфейс, чтобы получить команду от мозга, и с помощью этой команды запустить механизм шагания. На крысах все получается просто при стимуляции самого спинного мозга. А вот на человеке впервые, вот эта работа тоже недавняя, видите, впервые совместили эти две технологии. Технология, которая стимулирует спиной мозг, и у человека возникают шагательные движения, но включается все это командой от головного мозга через нейроинтерфейс. И таким образом человек может подумать, так, сейчас я хочу пойти. Тут же включается эта стимуляция, и возникают шагательные движения. Конечно, это не восстановит нормальную деятельность этого человека. Мозг уже спиной пересечен, нет еще никаких технологий срастить это место. Но человек получает надежду на то, что он может, по крайней мере, самостоятельно запускать этот шагательный процесс. И если иметь минимальную такую опору, то он может двигаться, он просто может идти. Для нам кажется, может, здоровым людям кажется, ну что это за ходьба с такими ходунками. Ну для этого человека это просто новая жизнь. А вот она сейчас возможна. Спасибо за внимание. Это тоже наш коллектив в моей лаборатории. В Лозане, Швейцарии, был конгресс Brain Forum. И там молодые ребята представляли свои проекты. И среди них было выступление группы молодых ученых, которые разработали такую субстанцию, полимер какой-то, который может соединяться с живой тканью нервной. И они думали, как провести эту мысль, сшить эти нейроны, и по их сообщению, как будто бы это была действительно работающая субстанция. То есть это в ближайшем будущем будет возможно. Ну таким образом прийти все-таки к технологиям, которые соединят разорванный спиной мозг. И потом их научить можно с помощью биофидбэка. Это делать более эффективно. Ну вот, значит, наука идет к этому, но пока что нет таких подтвержденных данных об этом деле. Кстати говоря, вы вспомнили, что мы говорили с вами 4 года назад о чемпионате мира, который уже прошел в Бразилии, где на поле выйдет игрок с этим нейроинтерфейсом, парализованный полностью, но он выйдет с помощью нейроинтерфейса, ударит по мячу и таким образом продемонстрирует возможности технологий. Это удалось не полностью. Эти кадры были на открытии. Да, на открытии. И действительно человек смог ударить по мячу, но он не шел. Возможно, на новом чемпионате мира, который пройдет уже у нас, может быть, такие технологии, если нам разрешат, может быть, мы теперь уже продемонстрируем не только маленький удар, но и, так сказать, несколько шагов, по крайней мере, по этому самому полю. Да, а что касается Швейцарии, то в этом году организовано целое соревнование. Называется «Сайбатлон». В октябре этого года, где приедут, съедутся из разных стран нейротехнологи и покажут своих пациентов, которые что-то могут в колясках, вертикализаторах, с теми или иными манипуляторами. Два молодых человека из моей лаборатории, уже приняты их сообщения на этот конгресс, на этот «Сайбатлон». Так что посмотрим, как там новости в следующий раз я вам расскажу. Спасибо, Александр Яковлевич. Спасибо.